Сделано в Вятке Нас не забыли Да, я думаю, что нет Тем более, что меня, по крайней мере, за рукав дергали И спрашивали, где же вы, где же вы Я накопил для тебя пять приветов После эфира передам Мы поехали в 82-й 82-й год у нас сегодня У нас год эпохальный, год рубеж Между тем и этим Страна еще не ощутила, видимо, масштабов перемен Вот, но прежнего мы чуть попозже Для меня этот год лично Это было завершение института Получение диплома И дальше А я в этом году первый раз в жизни стал папой Так что этот год тоже у меня занесен У меня уже два года В личную жизнь, да Очень был год многогранный В общем-то Насыщенный событиями И не только связанными с Брежневым Но это было уже позднее Это было уже почти в наши дни А вот утром 12 мая 1982 года Рулевой, шедший вверх по ветке Буксирного теплохода Заметил у одного из островов Полузатопленное обгоревшее судно То есть пассажирский теплоход А на берегу Несчастных, промокших, взволнованных людей Которые махали руками Выяснилось, что это были пассажиры И паш Вязского теплохода Ировчанин, который вышел Из Вязских полян В набережное Челны У Алла Полуночи Вахтенный матрос Обнаружил огонь В кармовой части И причем на вызовы Бортовой рации Ировчанина не отозвался Ну прям Титаний Даже Арпатии не нашлось на помощь Эпитан Солодян Сумел подвезти пылающий теплоход Залитому весенней водой берегу Часть пассажиров оказалась Вообще отрезанной огнем В помещении Вот видимо в нижних аютах И были эвакуированы Через иллюминаторы Ну в принципе обошлось Без жертв Но стресс пришлось пережить Видимо там Где-то около 40 человек Было в общей сложности На теплоходе Ну и таким образом погиб Последние семьи Вязских пассажирских теплоходов Проекта 331 Сменивших старые лесные пароходы Да, я представляю Пароход я даже однажды совершил Может быть и на нем Специально Вот когда начали ходить Набережные Челны То есть полян Вот такой руиз Было интересно Ходили еще и ракеты И все Вообще это погибает техника Это печально Вот я уже говорил Что ни одного Лесного у нас Не оставили парохода Хотя бы Был бы шикарный музей Посвященный огромной истории Вот нашего авиатского пароходства Но плюс Вот я немного отвлекусь Все это Год назад мы Сражались за восстановление троллейбуса МТБ-82 Это знаменитый Синий троллейбус Точнее Желто-синий Желто-синий И вот Свершилось Троллейбус Очень замечательные люди Сумели Организовать Восстановить Поставить на ход И Завтра будет презентация Этого троллейбуса И Он даже Совершит Небольшое путешествие По городу Там Вход-то свободный Желающим посмотреть будет Нет Завтра будет Видимо Для приглашенных лиц И потом уже Такого рода Прогулки Можно будет Совершать Понятно Троллейбус Удалось В отличие от теплохода Но эта история С теплоходом Как ни странно Хоть я был Вполне взрослый В это время Я даже не слышал Сегодня не первый раз Да Ну вот Такой хорошей новости Возвращаемся Снова Хорошей новости Да В 1982 год Ну В 1982 Втором Цены на товары Широкого потребления Опустились на самый низкий уровень После Второй мировой войны То есть Можно считать Что возникло Общество потребления В мире В принципе Ты имеешь в виду Во всем мире Как бы Да Во всем Кроме соцлагеря В качестве противовеса В Польше власти Объявили Об увеличении Цен на продовольственные товары От 200 до 400 процентов Ну это где-то в самом начале года было Да Бедные поля И досталось Там у них уже Очень ситуация была На самом деле сложная Безумно Ну рассобачилась Англия И Аргентина Началась Лэнс Война Подводная Ох ты И страсти были По телевизору Любили смаковать у нас Чужие войны Даже в те времена Подводная Лот Англичан Потопила Аргентинский Рейсер Генерал Бельграна Погибли 368 человек Ну в итоге Аргентинские Войска Сдались Спорт Стэнли После чего Война Закончилась Но Аргентинцы Извини Аргентинцы Тоже одно Английское судно Там Потопили Но там Был пожар 20 моряков Тогда погибло Корабль затонул Было такое Это буквально Там По-моему Сначала Буквально Через день После того Как англичане Ответили Война была Как ни странно С А мало кто помнит Что в этом же году В 82-м Аргентинцы Отомстили Выиграв футбол Англичан Это я помню Этот матч был Такой С хорошей афишей В общем-то В мире Если у нас была Стабильность Застой Блаженный Хотя уже был Дефицит Фактически Всего-всего Не хватало Но Тем не менее И в мире Это было Не очень В мире Было очень Неспокойно Вот ты уже Про войну Заговорил Безработица Да В США Достигла Рекордной величины Со времен Великая депрессия Боже ты мой Там И составила Почти 12 миллионов Человек С ежегодным Ростом У них был 10% Ну 10% Рост экономии И в год Тем не менее Это Атострофы Были Ну это же самое Начало правления Рейгана Когда он начал Свою эту Рейганомику Там первый эффект Был конечно Резкий рост безработицы Потом постепенно Выправилась В них Против войны Были Масштабные Демонстрации Например В Англии 20 тысяч женщин Создали живое Кольцо Военно-воздушной базы В знак протеста Размещения На ней Американских Орлатых Раэтов Вот А сейчас Опять Орлатые Раэты Собираются В России Возрождать И вооружать Подводные лодки Ну В принципе Можно много Но стоит ли Вырошить Эти дела Все они Пережиты Все в принципе Вышло И безработицу Победили И все Вот упомяну Только что Именно в этом 82 году Поступили Продажу Первые Проигрыватели Компакт дисков Sony Это еще не MP3 А вот Именно Sony Sony Сделали У нас Привозили И это Эти Компакты Они продавались В этом же году Вообще Первый Компакт диск Был презентован Как таковой Как изделие То есть Это год рождения Компакт дисков Даже если Поискать Можно дату Найти Этой презентации А стоили Это они Боже Это кусочек Пластика Кусочек пластика Стоил безумных Тренадель Но Тогда еще Как бы к этому Особо серьезно Не отнеслись Никто же не думал Что буквально Через 10 лет Как бы они Займут мир Ну Главному событию Года И от чего Все это и перемены Ну Начались Не начались Но Все это и В обществе Что-то произошло 10 Ноября День милиции Умер Генеральный Секретарь ПСС Председатель Президиума Верховная Это вот Наверное Устав Вот эти Титулы Брежнева Да Я помню Мы их учили наизусть Да Еще Верховная Главная команда Товарищ Причем сообщили народу Именно На следующий день Чтобы вот Прошел Отменили Футбольный матч 10 Но Концерт милиции Прошел Что-то еще там Отменили Потому что Смотри Получили Я же в армии В это время служил И Соответственно Это был нормальный день 10 число Мы помню Я этот день Помню прекрасно Потому что мы отдыхали Между улицами Сурикова И Попова Где-то в этом квартале Был бар Мы сидели И там был телевизор И кто-то Не знаю Из тех Кто был в баре Сказал Что-то какую-то хрень Показывают по ящику Ничего понять не можем Не то что в программе Понимаешь Вот И Один из наших Так ребят Что-то мне это не нравится Дай-ка мы позвоним В нашу часть Мы позвонили В часть И оказалось Что в части Уже объявлен Срочный сбор То есть Не было объявления Почему Но была объявлена Как бы тревога И мы думаем Вот тебе Господи Слава тебе Господу Богу Все ломанулись На тачках по домам Переоделись В военное Так сказать И в часть А там уже был Как бы объявлена тревога Почему еще не сообщалось Но шепот уже шел Что что-то в Москве Вам-то повезло У нас было гораздо хуже Потому что я тоже В этом году служил Вот И естественно Был праздник Профессиональный день А так ты же служил Как раз у тебя же праздник В ВВД Отмечалась филармония Там была грандиозная Программа Там играл Соломон Борисович Сахар Ну как обычно Все это и Конечно поздно Разошлись Разъехались Начальство разъехалось А то помоложе Лейтенанты Разошлись по домам Шли с троем Помню С песней В одних белых рубашках По Воросково До свободы Там все построились Робкой Так у жены несли Одежду Шинели Там и телям И с песней Вот разошлись И рано утром В 6 часов Дежурная машина Тогда же не было Мобильных телефонов Да и стационарных Тоже не было Не у всех были Да Срочно явиться В расположении И вот Собрались Конечно все Мягко говоря Выглядели Не очень свежими Люди были Зеленовато Синевато По мотивам С тревожным причинам С тревожными Чемоданчиками Офицеров были На готове Всегда И на входе В ВВД уже Был портрет Брежнева С траурной ленточкой И лампочка В виде свечи Горелая Вот Нас поддержали Какое-то время И потом Вот Собрали в зале Объявил Генерал Мазурин Что вот И так Переходим на Руглосуточное дежурство В отделе Стали разбираться Днем Ночью Я конечно ночью Потому что Днем В этой суете Вот А ночью Очень уютно То есть Собрались Там в ВВД На нашем шестом этаже Чай Бутерброди И на столах Расположились Вот И ночь А было довольно холодно Был такой Противный ноябрь Вот Снега не было Вот Поземка А На вторую ночь Зашел Этот зам У Мазурин Был такой Полковник Обли Посмотрел Мы хорошо живем И выгнал на улицу Ну совершенно Бессмысленно Не знаю Власть испугалась Не испугалась Ну вот Я не знаю почему Но именно Вот эти вот меры Были приняты Там По тревоге Подняты воинские части Части там Внутренних войск В том числе Но довольно быстро Это все кончилось Видимо Был какой Просто Такое ощущение Что все за долгие годы Привыкли к тому Что Ленин Тилич всегда есть Ожидали Да И вот как бы Вот эта кончина случилась Просто все сильно растерялись Видимо думали Что он будет жить вечно Я не знаю Но эта растерянность Прошла довольно быстро Да Через пару дней Да вот забавно Вспоминать Что Ну Чего тут ночь ходить Вот нам поставили Вдвоем При всем оружии Это от гостиницы Россия По Ленина До Энгельса Тогда Потом вниз до стадиона Обратно По Большой Офе Ну зачем Это походили Первую ночь Прятались На макаронной фабрике Это за кулинарией Я знаю Помню Там и распаренные девушки И там под этим водопадом Рожков спотал Они нас Угощали плюшами Там молоком Вот А вторую ночь Там Сидели Постучались Студент Сторож Ресторана Россия Отрыл И у него Можно сказать Что Обогрелись Пересидели Пересидели Да Очень недурно Кстати Пересидели Я поразился Что этот студент Неплохо Устроился на работу Вот поэтому Запомнилось А утром уже смотрел Даже спать Не легли Смотрели Похороны Вот Потом звук Видимо Все говорили Уронили Но потом Что это не так Это салют Начался Но кстати Не было смерть Брежнева Такой неожиданной Ведь еще в марте Того же 82 года Его понесло Уже Больного Уже в принципе Плохо переносящего Путешествия Его понесло В Узбекистан В Ташкент На авиационный завод Вот Там Видимо Отметили Плохое состояние Брежнева Хотели его Не пустить На мероприятие Отменить все это Но он лично Напросился Говорит Поеду А там узнали Ну в Ташкенте Брежнев Ну как Собралось Вот около 15 тысяч Человек И Видимо Забили Завод был Авиационный Видимо Эти транспортные Самолеты Делали И народ Висел Там Их Стеллажах Там На опорах Вот этого Самолета И Когда Вошел Брежнев И Видимо Его встретили Он не успел Выйти Вот эти все леса На которых Самолет Держался Обрушился И Свалилась На Брежнева Говорят Что спас Его охранник И ГБшник Которые Своими Телами И спинами Держали Когда Подняли Платформу Утащили Зало Что у Брежнева Порвано Ухо И бежит Кровь Видимо Сильная И Сломана Лучица Что было Гораздо хуже Рядом С ним Был Видимо Глава Узберистана Вот Рашидов По-моему Тогда был Да И Он По странному Стечению Обстоятельств На нем Не было Ни царапины Хотя Охрана Пострадала И все Я не знаю Там разбор Но потом Слухи поползли Что Переворот Готовился Да Он пытался Там Разоблачить Даже в СССР Была Коррупция Вот Рашидов Ну естественно Погряз Там Горзили Разоблачение И вот Все было Построено Что он Вроде бы Тоже Там Оказался Вот Брежнев Брежнев Уцелел Не знаю Правда Неправда Но после Этого Легенда Такая Была Ключится Плохо Срасталось Там Сердечно-сосудистые Проблемы В общем Выступать Два месяца На людях Он вообще Не появлялся А потом Во время Парада Ноябрьского Видимо Он был Совсем Плох И вот Не стало Ну конечно Антропов Пришел Через три дня Да Буквально Четырнадцатого Десятого Через четыре дня Четырнадцатого Назначили Антропова В восемьдесят втором Там оставалось Месяц Ну там Полтора До конца года Антропов Еще не развернулся Это потом уже начались Это мы в следующей Нашей передаче Уже Поговорим О Антроповских Заморочках Когда людей Ну понятно Но опять же Если говорить о Брежневе То есть Антропов Он тоже Он в этом же году В восемьдесят втором Стал членом Политбюро До этого он был кандидатом Вот То есть как бы Уже было Такое движение Этого человека Понятно И не сильно удивило Когда его назначили Уже генсек Но можно отметить Что даже в ту пору Когда напрягали Всех силовиков То власти Все-таки испытали Какой-то определенный Испуг Не знали что будет Так это испуг был Потому что не знали Что делать дальше Что там как развернется Тем более не забывая В это время Что творилось в Польше Весь год Польша, Афганистан Польша Было военное положение Там было из-за этого Куча санкций Была введена В том числе Против России Там требовали Ну чтобы Россия Так СССР Чтобы так сказать Ну Перестал давить на Польшу Дал ей возможность Саму решить свою судьбу Поэтому сложная была Очень ситуация На самом деле Ну не все там было Под флагом Конечно Смерти Но это был конец года Все-таки В этом же 82-м Впервые 69-го Года В Москве Состоялись Советско-итайские Переговоры То есть пошли На какое-то Сближение с Итаем То есть опять Видимо Русс с Итайцем Братья Стали не стали Но какое-то время В этом же году Андрей Тарковский Выехал на Запад В 82-м Создается Государственный Ансамбль Виртуоз Амерный ансамбль Виртуозы Москвы Хороший был Ну Тогда еще мало знали А сейчас еще меньше знают Потому что Где сейчас эти Виртуозы Москвы Где-то не у нас Они есть Они выступают Продолжают выступать И довольно-таки Известно И в этом же году Кстати Что о музыке заговорил Мы уже упоминали Эту статью В Комсомольской правде Появилась веселая музыкальная статья Рагуи синие птицы Это тоже 82-й год Кстати Где жесткой критике Подвергли Ну во-первых Текст Ты помнишь Машину времени Это да? Да Рагуи синие птицы Да И вот вообще В 82-м В 82-м году В Комсомольской правде Это было Даже скажу Это было 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 В день космонавтики 12 апреля День космонавтики Даже потом Где-то было И оправдание Вот этот автор Он В принципе Что-то Ну понятное дело Что вот там Неправильно Обычно Меня неправильно поняли Выдернули Из контекста Хотя Понятно Что была Зуха Был заказ Безусловно Потому что группа Стала слишком популярной Это никому не нравилось Чем ближе Раг империи Тем более Безумны ее законы И тогда Тоже вот Когда мы говорили Про Пластин И фарцовщиков Музы Западную Еще Это вот С 70-е годы Они были Более Свободны Дух свободы А вот Ближе В 80-м Опять Начали Засылать Комсомольские Установ И найти Что играть Что не играть И фильмы смотреть Появились списки Запрещенных групп С объяснениями Почему Помнишь Это все Кто фашист И кто еще Что там Очень смешно Было Была создана Даже При обкоме Комсомола Специальная Структура В 82-м Году Которые Просматривали Все фильмы И говорили А вот тут Эпизод Какой-то Слишком Откровенный Вот давайте Мы разрешаем В прокат Ну вот давайте Вырежем Вырежем Да вырезали Или вообще Не рекомендую Это конечно Развитие Получилось С видео Когда Но не смогли Все контролировать Вот в 82-м Еще не было Но Тем не менее А так вот В целом Конечно Такой год Вот мы говорили Что серия И 81-я Но мало что Хотя много чего Было построено Сейчас об этом Скажем Ну вот Дефицит Конечно Ощущался Уже все Все говорили Не а дефицит Это Горбачев Там это Вот Не-не Дефицит был Наоборот Очень сильный В 82-м году Уже все Тут и мыло И сахар И перебои Были С этим С этим Не знаю И в оси еще были По-моему Были в 82-м Еще были По-моему Бессменные Еще Но видишь Как бы я Почему еще помню Все-таки В военном городке Там была Своя система Снабжения И я вдруг Стал замечать Что те вещи Которые раньше Были в свободном доступе Сейчас я могу Купить в системе Военторга Но Мои соседи Уже этого купить Не могут В обыкновенных Магазинах Понимаешь То есть Я уже вдруг Стал понимать Что я имею доступ К некому спецраспределителю Хотя раньше Вот это не так бросалось В глаза В 82-м году Это было очень понятно Тем более Как раз У меня Связано было с тем Что у меня появился Там ребенок И так далее Да-да-да Но это было не тотально Например Вот Не было алкоголя Еще до сухого Хорошего И поэтому Очень И одежды Там какой-то не было А был отдел Для молодоженов В магазине Подар И поэтому Было такое явление Распространено В 82-м году Эффективный брак Подавали Даже не брак А фиктивное заявление Заявление подавали А потом А потом Почему-то не регистрировались Это было такое Было И там можно было Ящик Там вот И я Там какую-то одежду Вино хорошее Можно было купить Да Там был выбор Именно приличного вина Но самое интересное Вот я в том году Уже был Семейный человек Надо было Обзаводиться хозяйством И мебель Был огромный дефицит мебели Хотя у нас работали Верси Мебельные фабрики У нас Да И мы однажды поехали В мебельный магазин А их было по-моему Там 3 или 4 На город Вот уют Еще где-то Это Был На лепсе магазин А мы поехали Под трамплин Там был такой Прямо вот Недалеко от трамплина Длинный мебельный магазин Может он и сейчас есть И надо было Стенку Не купить А просто сделать заявку Вшел человек В синем халате И дал нам открыт Говорит Заполняйте Ну вы знаете Вот ваша очередь Она подойдет В 90-м году Да За стенками Тогда И слободское делал И все Делали все Но это же система дефицита Она немножко Действовала Вот представьте Сегодня живущая Что на мебель На плохо У мебель Местного производства Очередь 8 лет Это уже было Ну тем не менее Вот не все Было сумрачно В принципе всего хватало Самая распространенная По-моему Трапеза Во время приема гостей Это была курица Насаженная На бутылку С солью На банку с солью И вот В духовочке Да-да-да Это стандартная была Я попытался Сегодняшних куриц Не буду называть Производителей Но они просто Сползают С этой банки Они жидкие Скоро куриц Будут продавать В разлив Вот я думаю Будут черпать В шум Еще немного И продавать Но я бы не стал Идеализировать И тех куриц Потому что они Конечно С банки не соскальзывают Цвет у них был Чаще всего Они были с ногами И продавались С ногами И с головами И с головами И синеватого Слегка оттенки Они были Это помню Этих кур Мне очень нравилось Это время В части как раз Уток Мне повезло Свободно Можно было Упить Равяную Колбасу Ливер Семь эпиметра По-моему И около Консервы Завтрак Туриста Это лом В томате С перловой С перловой Крупой Это зеленые помидоры Стояли Веруть Стоматы Маринаты Они назывались По-молдавски Молдавские Зеленые маринованные Помидоры В трехлитровых банках И весь магазин Чтобы пол Не выглядел Пустым Там стоял Сок березовый Там сто банок Помидоры зеленые Столько же Этот завтрак Туристы Пирамидами И еще Очень много Появилось Этой самой Водоросли Это как У нас называют Морской капусты Морской капусты Она тоже стояла Много-много Баночек Но тем не менее Вот в 82-м году Вступил в строй Новый учебный корпус Сельхозинститута Это во дворах Там Понял Давай просто сейчас О хорошем Через буквально Небольшой перерыв И пойдем О хорошем Мы уже всегда Сделано в ветке Продолжаем наш разговор С Евгением Петуниным Историком Краеведом Руководителем Музея Авиатского Госуниверситета Мы говорим Сегодня про 82-й год Сейчас в перерыве Немножко закончили Тему с курами Сравнили нынешних кур И прошлых Вообще Нынешнюю систему Снабжения Вот Но Остановились мы На хорошем Начали мы С нового Корпуса Сельхозакадемии Да По площадям Был очень Значим Корпус Разгрузил Вуз Там же была Столовая Во дворах Вот Ну Сейчас Конечно Студентов Может быть Меньше Но тогда Это Было очень Много Студентов Это уже Вот Я не успел Практически Туда попасть Потому что Уже В этом году Диплом получил В этом же году Была Построена На улице Дзержинского Детская поликлиния Северной больницы Вот И даже Медсенчасть Завода Моя Была Переведена В новое здание На улице Молодой гвардии Где я сейчас Вот Ну Она не медсенчасть Конечно Уже Моя Поликлиния Номер Какой-то Вот Даже не помню Сейчас А их меняют Довольно регулярно Эти номера Роме Это вот Мало А то помнит В том же году На Головном предприятии В Ире Введен в строй Новый производственный Орпус Фабри Вот она называлась Строча вышитых Кружевных изделий Восьмого марта Да Где стали работать Полторы тысячи человек То есть Полторы тысячи Рабочих мест Так это огромный корпус Он слава богу Сохранился до сих пор Только используется Уже для других целей Да и фабрики-то уже Как я насколько понимаю Нет Это Новоровского Круто Я правда тогда был Ну Я же свои школьные годы Тоже помнил еще Пока не слишком старый был Да Я понял Я понял так Что да Это огромный шаг И там сняли Одного из первых Директоров Директорис точнее Этой школы Вот В том числе За то что Ночами Неустановленные лица Посещали Бассейн Ну Я посещал Бассейн Я в нем Не купался А я не знаю Бассейн Есть сейчас Есть наверное Я думаю Есть Куда же он делся Просто информации нет Мне кажется Ну как бассейн Когда его денешь Кстати вот бассейны Были в детсадах В школах И Не знаю В 82-м Даже у нас Были открытые бассейны Во дворах Вот Насколько мне известно Было два Это вот Пересечение Сурьева и Некрасова Вот Эти общаги Там на той стороне На Южной стороне Некрасова На левой Там был бассейн И Второй бассейн Был Это Вот улица Чернышевского Добролюбова Район Который называется Болото Вот там был Большой такой бассейн Где дети и плюхались Ну сейчас Я не знаю Конечно Может быть Есть от РТ бассейны Но только сейчас Насколько я знаю Нет В таком плане Вообще доступных Точно нет В 82-м году Начались гонения На РТ Занятия РТ В том числе И в Ирове Вот Был официальный запрет Этого вида спорта За занятия Полагалось Там от 3 до 5 лет Тюрьмы И А вот и подводили Под эту статью Вот Но хотя Именно В эти годы Формировалась Ировская школа РТ Ну Там Любые запретительные меры У нас В России Всегда Но они не работали На самом деле Поэтому Тут же возникли Школы Там Спортивных танцев Их-то Итайских Итайских гимнасти Ушу И прочего И прочего Которые Ну никак не попадали Написано РТ А мы собрались А мы вот У нас Итайские народные Помню Я тогда занимался Дома У меня было увлечение Любил Переплетами заниматься Ко мне пришелся человек Которому срочно Нужно было Пособие по ушу В виде книги сделать Знаешь Такой еще Эра был Такой копировальный аппарат Эра Да Вот на этом На этой эре Он открыл его пособие И называлось Отремить И отэрить Отэрить Да Вот он отэрил уже Ему нужно было сделать Из этого книгу Ну для того Чтобы видимо Где-то показать То есть книга Что он занимается Якобы ушу На сабле Конечно Он тоже Точная секция была Каратешная Сделал я ему Переплел Хорошо Да Ну раз зашла речь Что Да действительно Вот если Снуться оргтехнике Того времени То не было Их сервисов А Например Во многих учреждениях Стояли ротаторы То есть это такой барабан Где сидела женщина Которую там Пятнадцать раз Проверяли на допуск Да И она крутила Ручку И вот там Вначале грязные бумаги Потом шрифт этот Читался Все это было Конечно Вот на этом ротаторе Печатали С восков И там Это была Вначале Специальная бумага Вощенная И на ней Обычные пишущие машины И пробивали Просто дыр И а потом Через это печатали А более серьезная техника Вот называлась Рэм Или Эра Вот две были Называлась Это огромные машины Такие И поэтому Этот Рэм там занимал Он Целую комнату Причем Это была Темная комната Обслуживали два человека Все это Конечно было Из той же системы Там супердоскопа Супердоскопа Пробиться было нельзя Тонор Использовались Малюсень И стеклянные шари Э Которые Расили синий Рас И поэтому Опии Назывались Синьи Они были Синего цвета Обычно Все эти чертежи И все И конечно Процесс был Довольно длительный Но На чем-то Печатали нормально Вот она Плохо Вот сегодня У вас В редакции Работает Сера Примерно Вот это было Лучше Вам надо поменять Конечно Артрич Но вот это было Лучшее качество В ту пору У нас же Мало было Литературы В том числе Про музыку Выходил Журнал Ровесник Где печатали Статьи Про группы В том числе Историю Битлса Вот надо было Авторизированно И я где-то договорился В одном На одном предприятии Куда пришел Сподшиф Эмми Вот тайна Мне там Прямо при мне Быстрее Вот это все Хозяйство Отремили Я потом Спрошюровал Подшил У меня Была Мяг Брошюра Ну и сам издат Конечно Печатали И все Поэтому все Находилось Под Ролем В 82 Году Вот это Сидели Машинист И конечно Вот в редакции Газеты Было целое Машбюро Они там Выдерживали Это вот И за дня В день По 8 часов Этот стук Машина Конечно Ну они В берушах Работали Ну я говорил Что если РТ начали Запрещать Вид спорта То наоборот Другой Вид спорта Получил в 82 Году Необычайное Развитие Ты кубик Рубика Мешан Я угадал Я угадал Это было безумие Компьютерных игр Не было Это было безумие И поэтому вот У нас Ну было подобие Змеи У это еще Уби Руби Вот они появились И причем Они сразу Обрели огромную популярность Да там песни были Там какие-то передачи были То есть это Безумие было Кубик стоил рубль С чем-то И поэтому Моментально расходились А из-под полы Продавали Францовщик 15-20 рублей Вот первые И потом до 10 Упало Вот находили И собирали Вот я один раз В жизни собрал И то не помню Наверное случайно Действительно Были передачи Я помню Сидели И это люди И выходил этот Человек Стрелял из стартового Пистолета И все Реорт был у нас 26 секунд Россий с Реорта Вот Ировс И не знаю В этом году Кстати вообще В мире было безумие Даже чемпионат мира Прошел в этом году По сборке кубика Рубика В Венгрии Так сказать На родине Этого изобретения Ну песни А В этом новом виде спорта Появились мастера Увлекательно до черта Это новая игра Да 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 Как раз эту песню Я имел ввиду Да Кстати вот Ну так Нервы успокаивало Что-то Можно было Сидеть Это сейчас вот Люди сидят на работе Делать нечего И все в смартфоны Там Так же тайно Вот чтобы начать с ними А там удобно Под столом Там же вслепую Многие же этим занимались Наверное Вслепую было собрать Их работ было в 82-м Немерено Вот например На одном Заводе Была огромная Бухгалтерия У меня устроилась туда Знакомая И говорила Я просто В недоумении Вот я пришла Мне дали Бухгалтер Меня взяли Я прошла Все там Инстанции Все провер Мне дали работу Я Ну буквально За полдня Выполнила Принесла Начальница Хмыкнула И говорит Ладно Вот на тебе Еще посчитай Там я сделала Снова И на меня уже Все оса смотрят Потом меня Куда-то Не торопишь Потом я смотрю Выйти нельзя По заводу Шляться нельзя Делать нечего Они сидят А то там Ум Вяжет А то видимо Руби А то просто страдает Компьютера На месяц Все Вот это Рапсила Которая Простаивала Большую часть Времени Работала Аврально Это Так Было Устроено Конечно При Ну так Вообще В то время Очень На многих Предприятиях Устроено Работа При том времени Это стандарт В 1982 году Появились Москвичи В ИРС МТС Вот это Было Удивительно Кстати Цены на них Упали Продавали В кредит Даже В автолюбители Москвичи Нивы Вот Можно было Взять По тем временам Но Москвичи Долго Не выдержали И быстро Сдулись Вот Ну еще что На расхват Была газета Комсомольская правда Потому что Именно с 1982 года Начали печатать Цел статьи Пескова О Староверах Лыбковых Которых нашли В тайге Это называлось Таежный тупик Вот Многие Специально Вырезали Подшивали Вот И сейчас Еще Это жила Агафья Лыбкова Но Уже Конечно Да Вот В ту эпоху Обнаружили То Такого Ажиотажа У нас Не было Ну на этом Мы наверное Сегодня и закончим Евгений Год большой А время Еще Как самое приятное Воспоминание Об этом году В этом году Вышел на РНС Замечательный Мультфильм Жил-был пес Отличный фильм Кстати Да Это можно найти Спасибо Ну до встречи В 83 году Да Сделано в ветке